Общение Сабина Касымова в Казахстанскую медиа-академию пришла по приглашению продюсера, по образованию экономист, признанная королева красоты, победительница конкурса Улы Далахан Шаймы, как телеведущая раскрывает тему победы человеческого духа над жизненными обстоятельствами. Всем привет! С вами я, Сабина Касымова. В эфире программа «Искусство интервью». Мы поговорим о победе человеческого духа над обстоятельствами. И у нас в гостях Айжан Магомбетова, замечательная женщина и певица. Здравствуйте, Айжан! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашей эстрадной жизни. Эстрадная жизнь. Да, это расстроенная жизнь. Мы, как я всегда говорю, мы люди, принадлежащие группе «Искусство», потому что мы все время ездим, летаем, ползаем на поезде и на машине. Вот. Но никогда нельзя говорить о том, что ты устал от работы, никогда нельзя говорить, что ты устал от сцены, потому что она может тебя наказать. И поэтому и никогда, наверное, вот у меня, как суеверно, и никогда, наверное, нельзя много все рассказывать, потому что все равно есть такое чувство, наверное, и чтобы не сглазили. И всегда говорю потихонечку. Айжан Магомбетова, певица и актриса, заслуженная артистка Республики Казахстан, признана поклонниками, как самая экстравагантная на казахстанской эстраде. На одном из курсов Казахстанской медиа-академии вы процитировали слова вашего отца о том, что когда он увидел вас первый раз на телевидении, он сказал вам, чтобы вы так сильно ярко не блистали. Вы верите в сглаз? Конечно, верю. Ну, он мало что увидел. Слава Богу, что он увидел мой концерт, снятый в 92-м году на студии КГЖ, где я исполняла шесть песен. Да, когда он увидел меня в одном из концертов, я была в ярком платье, такая, ну, в то время молодая, красивая, он сказал, да, не блистай, я боюсь от тебя. Да, действительно, это существует. Я в это поверила еще и в 2000-м году, потому что в 2000-м году был такой у меня, наверное, в жизни момент, когда я попала в аварию, можно сказать. Это было после одного вечера, на котором я выступала, причем мне пришлось выйти три раза к людям. То есть вот все отецы вышли по одному разу, спели, и уже кто-то сел за стол, кто-то отдыхается. Меня попросили выйти еще раз. И я хотела уже убегать, потому что мне нужно было там с детьми выступить в парке Айя. И меня попросили выйти третий раз. И вот в период между этими выходами вошла женщина и сказала, знаете что, весь зал шумит, говорят, что у вас взрослый сын, уже учится в университете, а вы как девочка. Вы просто молодеете. Вы знаете, я работаю в Казахстанской германской такой фирме, страховой компании, вам нужно застраховать себя. Я говорю, я об этом не думала. Говорят, вы что? Каждая ваша часть тела, миллион долларов стоит, нужно застраховаться в жизни. Всякое бывает. Через полчаса я лежала на асфальте с переломанными ногами, распростертой. И потом шесть месяцев пролежала, три месяца в аппарате Елизарова, три месяца так. И, как говорится, полгода в аппарате и полгода училась заново ходить. И когда меня привезли из больницы домой, раздался дома звонок, тогда у меня не было сотого телефона в 2000 году, после этого только появился, и раздался дома звонок, а она мне давала свою визитку, и я ей давала свой телефон. Она позвонила, говорит, а Жанночка, помните, я вам говорила, что вот так-то, так-то, что в жизни всякое бывает. Вам нужно было застраховать себя. А я сказала, знаете, если бы я вас встретила раньше, и вы бы мне сказали эти слова, я бы раньше попала в Балайю. Поэтому я верю. Взлаз, что-то такое. И, наверное, я верю в то, что есть очень злые люди, которые идут на это. Или есть люди, у которых очень сильный глаз, взгляд. А какие у вас есть амулеты и обереги? Я сама себе сделала такой вот маленький амулет, оберег. Вы слышите разные отзывы, и положительные, и отрицательные. Как вы реагируете на них? Ну, я не могу сказать, что я слышу много отрицательных отзывов о своих песнях. Ну, есть, наверное, люди, наверное, очень консервативные, которым, возможно, не нравится что-то в моем внешнем виде. Кому-то не нравится цвет моих волос. Тут возмущается, почему я блондинка. Кому-то не нравится, возможно, некоторая экстравагантность моих костюмов. Раньше кому-то не нравился стиль моих песен. Потому что я не считала себя певицейного стиля, поэтому хотела, чтобы казахские песни звучали и в стиле джаз, и в стиле блюз, и в стиле там, в разных стилях рок-н-ролл. Вот раньше это было тяжеловато. Раньше сейчас это все возможно. Сейчас это делают все. Но вот раньше помню, что даже кому-то из руководства там телевидение могло не понравиться. Могли не понравиться мои штанишки, а-ля Рафаэла Кара, и меня могли вычеркнуть из списка, или могли там вырезать из концерта. Вот так. Но я, правда, к всему нахожу оправдание. И я всегда всем говорю, дорогие мои зрители, которым мне нравится мой цвет волос, во-первых, я их каждый месяц крашу. Они у меня белые не потому, что у меня седые волосы. А потом я хотела сказать, а почему казахском разве не идет? Это намас казахша, казахша айцаку, намас тиген, что казахским девушкам идет все. И даже белый цвет волос. Вот это я хотела бы сказать. Спасибо. А какая ваша любимая песня и почему? У меня много любимых песен. Они все любимые для меня, как дети. Но почему-то всегда влюбляешься в ту песню, которую спел крайний. Ну, самая крайняя, самая новая. Можно вас попросить спеть небольшой отрывок для нашей программы? Я хочу спеть прекрасные стихи, написанные для меня Шумишпаем Саривым по моей просьбе. Айналайын сахна, айналайын сахна. Алып жүрсем арманне, кіркел тірмей атыңа, бас иемін алдыңа. Сахнана, 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 сахнана. Малманг мартэ бүгін мен, рахмэ тайтам хаукаман. Это я так вполголоса и шепотом, потому что у нас сегодня такой разговор, где мы с тобой не кричали друг другу о своих каких-то достижениях, а просто тихо, мирно говорили. И потом, когда говоришь шепотом, как говорил великий Абай, бойся не того, кто в гневе кричит, а бойся того, кто в гневе молчит. Вы говорили о том, что пережили страшную аварию в 2000 году, и хотелось бы узнать, что вам помогло встать на ноги? Первый вопрос, который я себе задала, прежде всего, это первый вопрос «За что?». Первый вопрос, который я сама себе задала «За что?». И тогда вот, потому что мне казалось, что я живу правильно, и я не совершаю ошибок или поступков таких, за которые мне было бы стыдно. Я не делаю подлости, я никому не переходила дорогу. Я никогда чёрное-белое не называла бело-чёрным, старалась быть справедливой, никогда ни о ком не говорить, ни с удачей. И вот поэтому первый вопрос «За что?». На что мне пришла навестить моя подруга-экстрасенс? Она единственный экстрасенс, с которой я дружила, кстати, не пользуясь сильно её услугами, просто так как она интересная женщина. Она пришла и сказала «Это не за что, а это ещё». Бог не посылает, Всевышний не посылает трудностей, которых человек не может выдержать. Он просто тебе послал ещё одно испытание, и теперь ждёт и смотрит, как ты пройдёшь это испытание. И она мне сказала «У тебя столько друзей, твой сын, твоя мама, твои родственники, братья, сёстры, твой муж, они все сейчас очень сильно переживают за тебя, правильно?» Но, наверное, ты не тот человек, у которого нет врагов, и ты не достаешь ему удовольствия, правильно? Чтобы ты сейчас вот опустила руки. И я сказала «Конечно нет». И мне сказали, что у меня будет некроз, что у меня будет пересадка, пластику делать, всё. Три некроза, говорили. У меня был один, на что мой врач, я сказал «Ну вот». Он говорит «Я даже не понимаю, как на тебе заживает, я не понимаю, что я собирал, как я сшивал эти сосуды, вот эти кости, как он соединял, сложные были переломы». И он говорит «Как вот на тебе?» Я говорю «Ну я же не совсем плохой человек». Я говорю «Вот вы говорили, некроз, три некроза будет». Говорю «Вот, а у меня один некроз всё-таки вот остался, а не три некроза». Он говорит «Я понимаю, что ты хороший человек, но ты прям совсем не ангел, но некроз один должен был остаться». Вот так, шутками, прибаутками, я выходила из этого состояния, выходила из этого положения. И если я до этого была хорошим человеком, то моя жизнь разделилась, то после аварии я стала, наверное, суперхорошим человеком. И моя жизнь разделилась на «до» и «после». Когда я поняла, мы все суетимся, куда-то бежим, а вот две-три доли секунды ты здесь, и через две-три секунды ты можешь быть уже в другом совершенно, в ином мире. И поэтому я перестала суетиться. Вы как-то сказали, что будете стареть красиво. Что это значит? Нет, я говорила не так, наверное. Но я пока что старею красиво, пока что я без ботокса и пластики. Возможно, единственное. Меня уже все ругают и говорят, что у тебя денег нет уже, все, можно же убрать, фаропластику сделать, грыжу под глазами убрать, вот это все убрать. На что я с шуткой всегда отвечаю. Вы меня и так терпеть не можете, а когда я это сделаю, вы меня вообще возненавидите. Но я не против. Я думаю, что опять всему свое время. Придет время, и я, возможно, все-таки сделаю, потому что артист на сцене, особенно если эта женщина, должна радовать. Радовать своей, не только своими песнями, но и своим внешним видом и красотой. И от этого никто не застрахован. А я говорила, что если даже состарюсь и буду бабушкой, я говорила, все равно я буду авангардной бабушкой. Вот это я говорила. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Что вы можете посоветовать тем людям, которые попадали в неприятные ситуации? Не сдаваться. Не сдаваться. И понимать, что... Ну, самое интересное, что рядом со мной же мои близкие люди. Если я страдаю, они же еще больше страдают. А человек может помочь себе только сам. Сила духа человека может помочь. Насколько силен человек. Мне кажется, и это не зависит от того, большой человек, сильный, не сильный, слабый. И в хрупком, и в хрупком, и в хрупком теле может быть геройский дух. И поэтому только сила воли и желание, желание встать на ноги, доказать. И всем, и себе в первую очередь, я смогу. Итак, с нами была роскошная женщина, заслуженная артистка Республики Казахстан, Айжан Нурмагомбетова. Спасибо вам большое. До встречи. Вот она, эта песня. Я ее записала в 87-м году. В этом году эта песня 35-м. И в 86-м. Вышла на простинку. Я видела сходы в лесу, это классно. Да. Вот я всегда желаю всем артистам такого долголетия. Потому что мы же все смертные, мы все уйдем. И нам что-то после себя останется. Остаться могут песни. Вот. Как нам потанцевать с тобой? Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник – это наше зеркало. Мир – это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале «Музлайф». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова